так будем переводить китайский с китайского на русский луна выиграет для меня чемпионат 3000 инфи умри в топ-8 инфа еще не проснулась тирана прокинул шахматную доску лалайт лин кто ударит по луне хорома миура ты должен благословить лин чтобы видеть духа неба парк джун давай это вот это кажется имя и фамилия лина поехали да друзья графика рефорж появляются демки на самом деле говорят выкладываются демки и можно выбрать а это я звук так выключил вместо субтитров поехали да бо 5 весь плей-офф бо 5 не знаю как но сегодня первые 4 четверть финала а завтра полуфинал полуфинал матч за третий как-то так ух лалайт против лина два корейца лин в этом матче безусловный фаворит вспоминая его матча против муна и вспоминают все другие матчи лалайта понимаешь что что все таки уровень разный но возможно игры лина и муна полой появились получились такими потому что там была персональная подстройка не факт что лин будет играть аналогичным образом против лалайта может здесь будет больше стандарта то есть если вы вдруг пропустили игру лалайта против ой в смысле лина против уны обязательно посмотрите там как раз очень мега высокий уровень подстройки нестандартные повороты и близкий счет и вообще это два игрока легенды сильнейшие представители своих рас коэффициенты почти равны говорит гута я в случае если бы был не если бы был человеком рисковым я посмеялся потому что увидел 5000 рублей которые лежат на столе они были сегодня с утра под мышкой и их не принесла не 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 санта клаус не дед мороз не зубная фея не знаю кто кто 5 косарей может составлять в нынешние времена а русбрейн потому что проиграл 50 баксов на ставке помните говорил что лин выиграет 1 к 5 коэффициент в пользу естественно colorful ну и линчанский просто взял и раскатал вот бесса заработала вместо вместо птичек и мышей приносить вот да я до сих пор не знаю да нет мы решили на котов это пустить мы решили пустить на бездомных котов кому что кому капельницу кому операцию кому наркоз а блэйдмастер прибегает на лагерь наемников его прикапывают очень да ну арчи тут вообще никак не уходит странно что она не попыталась на старте побежать куда бы то ни было двор говорит михаил вы не правы букмекер первое время ловлет был фаворитом ближе к игре упал официент немного равны стали сто процентов надо ставить я буду я думаю что будет 3 2 3 1 в его пользу то есть точно не ненулевая потому что есть очень приятные карты лолита называет все еще китайцы добьет не тратить виндвока обратите внимание на мелкого не тратить разряд виндвока ой как красиво разрызился в козла потому что вы уже заканчивался но в принципе и кипера суммарно с арчой и тролем урона столько же сколько и надо поменьше немножко чему блэйда но там ты все равно не можешь одновременно чтобы выстрелы прилетели правильно поэтому ошибка ошибка вот этот нужно было добирать последнего гнолу сюда в общем то лина и приходила возвращался чтобы убить гнолу пожирнее да я говорил о том что возможно про прокомменчу какие-то игры ну мне кажется финальные надо через какое-то время по реплеям для того чтобы они остались действительно в записях в альтернативной графике самая большая претензия все-таки к этому турниру это то что ни черта не понятно кто куда что привет юристик всем друзья с подключением фогич играет следующий матч но тут серия многообещающие тоже хорошо или не добил добил вроде но оставаться не может она закончилась здоровье нет и ставится сразу эксп не абсолютно стандарт просто абсолютно стандарт исполнение лала это то есть это будет скорее всего алхимик 2 здесь и массе массе марчей защищаем экспант а все-таки у лина хэдхантер я думал что это будет выход все-таки в сиху криппинг с вышками и подпуш ну такой может быть но просто он не стал делать грантов хэдхантер вообще против козла смотрится поувереннее потому что во первых тебе не нужно ну ты так и так против 2 прикопки теряешь грунт сера на определенной стадии вот когда козел выходит час на тропу войны вот и лучше конечно терять хэдхантера двухлимитного и дешевого чем чем грунт сера второе хэдхантеры им там немножко раньше вроде добавили по сути это юнит всегда был очень хорошим особенно если удается дожить до т3 но вот ли ну удавалось алина удавалось так вышечка с х оставляет следы вот приходит кипер кидает прикопку в хэдхантера плюс в том что ему не нужно заморачиваться не нужно стоять не нужно котов привлекать к дополнительному урону он просто подошел прикопал 1 прикопка минус юнит считается очень просто там все равно либо ты стоишь на базе либо ты кого-то теряешь до появления первого диспола ты все равно теряешь кого-то просят очень-очень-очень фон потише делать ладно хорошо блэйд отличный опс что там говорил я 3 1 в пользу пользу лина да кажется он пуржем промахнулся да а потом у него блэйда еще каким-то макаром окружили причем даже без просветки нет какой-то бред а пурж восхавлетел ёпрес это что произошло стандарт но лин мискликнул невероятным образом вообще мискликнул а нет ну мисклик можно понять то есть возможно он был в двух местах пытался сконтролить блэйда пытался сконтролить пурж по-быстрому не знаю где был в первую очередь где во вторую но явно он очень сильно торопился и промахнулся пуржем он не спас гранта про очистил своего героя и мы сейчас посмотрим вон блэйд у нас на экспанде у эльфа пытается отменить там ops показывает крайне мало возвращается блэйд у него вот сейчас его идут окружать уже половина хитов блин там даже он не прожал ничего он винвок не поражал что его просто убили но видимо да он не проснулся зачем так рано гг писать там уж не уж ты там безнадежно безнадежно конечно конечно безнадежно теряешь половину своей армии главного героя который должен там продолжать харассить для орка 4 юнита это больше половина армии скажи какой микрофон шуре с м 7b раньше долгое время я жил с блюете кажется еще надо потише сделать комментаторов да я вижу по балансу довольно громкие они папа у вас говорит 3-0 лавлиет но с такой игрой конечно линам могут вынести легко но ops пропустил этого блэйда сейчас по крайней мере в повторе мы видели что блэйд не то что там как-то его там не знаю просветили окружили даже не прикопали кипр то был здесь то есть его контролировать не могли никаким макаром кроме к окружению он умер с полной манной то есть он просто прозевал своего блэйда который все с фулл хп отдал блэйда а он очевидно пытался разменять отмену экспана блэйда но экспу выжил на ласкп очевидно тгв несмотря на твой замечательный никнейм это глупость редкостная ну пусть но прожми ты винвок последний момент и сообщает что он умер не только не около экспан очевидно в какой ситуации в какой ситуации с полной маной там у алхимика в инвентаре кажется даже просветки не было в какой ситуации ты не прожимаешь виндвок скажи пожалуйста он кстати мог умереть не рядом с экспандом надо короче демку смотреть а то ситки вот это правильное замечание но такое впечатление что он просто был не там но это но это очень странно для лина то есть вот так вот пусть в 2 в 3 секунды не ладно не в 3 секунды в 3-4 секунды потерять блэйда короче друзья нужна демка без демки не разобраться потому что сейчас мы уже и тгв начинает понимаете ты доната от меня принципиально замечаешь код рэйвен сел поработать говорит в субботу утром чашкой кофе и свежими ягодами а тут финала голда красота гоги тащи майкер комент спасибо код рэйвен да нет я на тгв среагировал размениваемся мы там на эксп с полной маной очевидно ли он совершил ошибку но при каких обстоятельствах вот это вот интересно то есть по хорошему нужно посмотреть его лица в прерыве же можешь скачать демку показать момент но если его выложит я скачаю я попытаюсь посмотреть ты думаешь забанить тгв нет конечно же с ума сошли от меня донаты замечаешь их у тебя невидимые донаты да из серии кину денег в монитор а их нет говорит неплохо неплохо так ладно посмотрим что будет дальше но начало конечно как будто как будто лин не проснулся хотя у них там сколько в корее даже не плюс 5 наверное но специалисты напишут с китаем 5 часов вроде как плюс 6 говорит 17 22 в сеуле спасибо спасибо все-таки плюс 6 ну потому что там не утро далеко уже не утро блэйд бегает за козлом пока ничего криминального не произошло нарезает круги тут тролли заснули прямо на дороге оп как же но подтраливает развернул специально рукой по лицу так хоп випс ничего ты страшного не пропустил там ну там какая-то непонятная ситуация была мы еще попробуем пересмотреть момент и нарезает нарезает и кони вон привет славка здравствуй всем здрасте друзья кот арча готовится крепится на но они там в одиночку конечно не справится что ботинки персоналка персонал очка и побежал блэйд он может догадаться что козел вот так просто бегать не может ну козлова желательно вытащить блэйда ну вот к юнитам к юнитам чтобы он вернулся видите пришел проверил что персоналочку не сделал сюда а кипер уже на зеленой точке но его задача конечно ловить что крепится будет здесь но артефакт имеет смысл наверное вытащить но соло козлом все пока теряют время нет козел не выдержал и решил все пора крепиться стелепортировался вызвал ну а блэйд мастер находится совсем в другом месте на всякий случай уже есть грейд носов два когтя у козлика завистливо смотрит на козла блэйд ночью не смотрит но когда увидит конечно расстроится и приходит ну покажите нам блэйда там его прикопать можно блин опс сегодня тоже какой-то вялый оп из виндвока удар это мелочи сейчас алхимика надо брать нычку надо ставить раз блэйд здесь блэйд побежал назад а вот сейчас кстати хороший тайминг так т3 пошел хороший тайминг для блэйда он гарантированно отменяет нычку оп минус тайминг минус часть ресурсов и забирает сразу в наглую скруза бист выпадает из этого магазина магазин орка и совы хорошо там развешаны ну неплохо хекс козлик страдает ему нельзя здесь сражаться он тут же делает телепорт пытается отрезать хэдхантера но тут кажется выживает да замазочка пошла замазочка не перебивается оситкой прикопкой поэтому очень удобно я так и не понял какой там принцип там то ли пограничный урон если наносится то есть не больше чем какое-то количество в варкрафте много очень странных механик например такое лечение перебивает иллюзия без урона вот такую регенерацию перебивает иллюзия которая не наносит урона но какой-то периодический урон который ну вполне реальный урон наносит он перебивает факт прямой атаки да наверное персоналочка пошла от блэйда избавились вторая прикопка естественно не откатывается к моменту собственно из-за этого персональные телепорты использует постоянно против козла сетки перебивает да сетка тоже конечно же перебивает наверное я не уверен на 100% был хилварт неужели будет здесь сражаться лолайт 40 лимит на 39 то есть ему конечно хочется здесь посражаться но во первых у него уже нет телепорта для того чтобы ливнуть а хочется потому что сейчас кстати лин давит хочется потому что там огра остался голубой помните с этим с артефактом все еще на магазине между прочим пурж отлично минус 2 кота третий сыха ну это очень хорошо выглядит для лолайта ой пух для лина конечно же третий сыха экспанда нет только почему он отступает он не видел этого огра на магазине это очень странно да пит лорд просто взял отдал огра почему 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 он же его видел он же его видел на магазине это грубая ошибка от лину то есть два варианта либо он не заметил вероятность выше либо он поджав эльфа решил не сделать ничего после этого просто убежать проверить экспанд блэйд мастером почему пит лорд хауль хаули сплэш обычно ему берут он лечится так же сыхой нужен какой-то третий герой володя лучше таурена ну вот хороший вопрос таурена стомп меньше меньше рэнджа ну и видимо критичнее снизить урон арчам сумасшедшим на большее количество юнитов действует хауль у пит лорда чуть-чуть насколько я помню больше маны то есть то таурена там 200 блин сабу наверно 255 а у этого типа или 245 таурена 225 вот а у этого 240 кажется таурен может не добежать до стомпа ну это тоже может не добежать а в плане здоровья и и армора они почти идентичны ну должны быть по крайней мере там плюс-минус я думаю 25-50 хп то есть то того просто то у рена видимо привыкли прикапывать потому что он потенциально кажется больше угрозы представляет но это странно второй играет на атаку магазин патма вышла випс випс надо близзарда написать почему у альянса нет агильных героев почему у андедов нет агильных героев дисбаланс просто а у эльфа сразу три штуки да лин играет знаете против муна это видимо эффект муна какой-то а может быть из-за того что действительно лин с лавлетом очень часто тренируются вместе и очень хорошо друг друга знают и притерлись ой бладласт же появился о вот кстати еще одна причина потому что на т3 таурен конечно не раскрывается так с бладластом как пит лорд там сплэш появляется по мелким юнитам которые толпятся он работает то есть если хаули стомп можно каким-то там косвенным параметром сравнить собственно как и здоровье и армор этого юнита то вот пассивочка наверное пополезнее ауры будет ну в плане урона то по крайней мере да пит лорд с клеем под бладластом это прям очень круто арчорки мелкие толпятся часто хп у них мало подходишь делаешь хаулис снижаешь сразу там на 30 процентов урон даже на первом уровне и начинаешь со сплэшем бить по всем с увеличенной скоростью атаки на 25 процентов под бладластом классные когти плюс девять и горит еще нет вот этот юнит настоящая гроза просто эльфийской армии посмотрите если он борьются а ему еще инвульчик честно, я бы ему еще серклетку передал одну. Потому что вот косвенно повышать, да все что угодно. То есть косвенно повысить урон для сплэша, отлично. Косвенно, ну, в смысле, напрямую повысить урон и увеличить урон от сплэша. Прекрасно. Скорость атаки на 2% поднять за счет серклетки, тоже замечательно. Сделать так, чтобы он чуть дольше жил за счет 50 здоровья. Короче, его нужно прям фаршировать по полной программе артефактами. Остается, правда, всего один слот. Но и хочет затягивать игру, Лин. Мне нравится этот выбор. Потому что, опять же, этот герой, он будет раскрываться со временем, так скажем. То есть повысит... Видите, он даже через второй сплэш играет. То есть Мухауль неприоритетен. Да и Хауль, на самом деле, он растет нелинейно. То есть, ну как, он растет линейно, но по сравнению с первый уровень и второй, это небо и земля. То есть не то, что там молоток 100, 200, 300, а тут 30, 40, 50 процентов. То есть первый Хауль, он как бы взял, и можно уже... Кажется так, 30, 40, 50. Кажется. Ну или... Короче, там плюс 10, кажется, прирост идет. Вот. Так что можно спокойно сплэшить. Хауль пошел, горит Питлорд, его прикапывают, для этого и нужен Инвул, его фокусить пытаются сразу же. Таурены с Бладластом. Инвул включает Питлорд. А где Лайтнинг Щелды-то внутрь? Арчи все еще живы. Первая линия котов выдержала прекрасно. А, и мы без телепорта сюда пришли. Прикольненько. Я, во-первых, сомневаюсь, зачем, в принципе, Лин сюда пришел. То есть какой аризонт ты только поставил экспант и пришел сражаться. Ну, возможно, это сражение будет последним для тебя, если ты телепорт не взял. Вот. Он потерялся немножко, но не сильно, опять же. Главную роль в этом сражении сыграли виспы. Вот вам и баланс. Ой, началось там про баланс. Любой спейр, любой, любой, любой расы, любой игрок этого турнира тебя штампанет вообще, невзирая на баланс. Баланс. Все пока ровненько, только Лин зря пошел просто воевать. Без необходимости острый, понимаете? Пошел Бладласт, виспы идут. Ой, виспы, конечно, сейчас очень сильно опять планы... Хауль пошел. Итого атакует Питлорд, одного юнита без сплэша. Вот сейчас в куче, но его сейчас начнут вкусить. У него есть инвол. Как он под инволом нарезает? Ё-моё. Лайтник щилды, минус Блэйд. Алхимик, не знаю, стаф. Сейчас его стафанут, он передал стаф. Арчи падают от Тауренов, но это мы видели еще, что оказывается Таурены контрят Арчи. Не всегда, но контрят. Что понятно, что понятно, что понятно, но у одного Т3 армии, у второго Арчорки, видишь, развалился сейчас. И это не просто Арчорки, Арчорки с Грейдом на Т3. То есть ты не можешь этими Арчорками... Ну, включи, включи, пожалуйста, аналитику, ну, спейр, ну, е-мое. Хватит ныть за баланс. Ну, хватит ныть. Уже 2020 год. Посмотри на состав участников, пойми, что там разные расы, а национальности, как правило, корейцы-китайцы, и прими тот факт, что просто кто-то играет хуже. Хорош ныть. Так, Фоги играет следующим. Вот через... Ну, по расписанию через час, но это все весьма условно, потому что тут серия может быть 3-0, а может быть 3-2. Игры тоже могут быть по 15 минут, а могут быть по 25-30. А вот в пионов очень жалко, на самом деле. О-о-о-о, беги скорее, сейчас нычку убьют. Вот сейчас ошибка была от Лайта. Он мог реально тыкнуть просто в эксп. Рабочих он убил, и у него было время для того, чтобы тыкнуть в эксп. О-о-о, он бы оставил... Он бы точно оставил орка без экспанда. Без особых потерь. Телепорт у него есть. Ошибка. Но битва снова... Ой, как там Питлорд нарезает, посмотрите. Удар! Удар! Ой, сейчас удар, еще пара-тройка хандреса, правда он сам скоро сдохнет. Три когтя. Питлордо, Питлордо, под Энвулом стоит. Блэкмастер не живет вообще. Питлорд тоже может умереть. Ай-яй-яй. Маны не хватало, бутылку не передал. Линлин, конечно, тоже недоконтраливает местами. Алхимик стафается на последних хитах. Но стоит 5 арчей тут, я не знаю как. Хотя два героя, Патма живая. Алхимик сейчас вернется, отпился. Но не полностью. Козла тыкают. Энвул на козла. Как же здесь не хватает либо Питлорда оставшегося, либо Блэйда оставшегося. Сиху фукусят, у него есть бутылка, но он очень быстро уходит. Да ладно, минус СХ что ли? Да, похоже, минус СХ. 15 хитов, одна тысячка. Блин, как же Лин сливает, как же он сливает. 0-2. Ё-моё. Очень аркадная, конечно, игра получается. Что за 3-2-2? Да не-не-не, тут не 3-2-2. Тут просто Лин не доконтраливает. Я не могу поверить, что я это говорю, но Лин не доконтраливает. 36-7, почему ты меня так в щеглы записал? Нет, красек, никто не стримит на классической графике. в Пирон. нам говорит что хочу нам показывать там же будет у нас же бы 5 у нас же бы 5 фуге сказал что ему лучше играть против эльфа ну да да блэйд просто разваливается этот момент я не понял у сахи есть мана в смысле бутылка жизни он теряет одного героя не успевает передать другому герою растянулся дико то есть сейчас ситуация была плюс 10 лимита понимаете не по мне потеряю на этого героя было плюс 15 лимит жаль-ка 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 и после этого все щупит хорош том плане что хауль ответ рык какой рык блэйд от арчейс от двух залпов падает во первых первый хауль лучше чем рык по дамагу но у эльфа был только один scroll of the beast и тебе не факт что выпадет этот scroll of the beast снова поэтому там билд другой там целорница нет какой хауль в смысле какой рык да 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 может пора в бирж серкеров играть и в чистых таурену со спиритволкером с моно получилось хорошо по сути стратегия там та же самое что моно с что ла-ла это жалко что он сливается что сливается орк в сухую не увидим интересных игр а так лучше эльфа для гогич блин в первой игре вообще без борьбы может там в первой же были берсеркеры там билд другой то есть там сразу берсеркеров и потом без без шаманов ну короче серию надо посмотреть лимон то есть без грантов ты играешь в хэдхантеров играешь чуть более пассивно если ну потому что хэдхантеров там 5-6 штучек и ты очень быстро крепишься если что на т2 ставишь две тауренец и выходишь т3 то есть ты скипаешь шаманов идешь сразу спиритволкеров с тауренами и как раз за счет того что доживаешь играешь через хэдхантеров там не знаю 6 7 8 штук берсеркеров ты вот тебе удается провести переход более-менее безболезненно потому что чтобы спиритволкеры нормально начали работать против того же самого козла им нужна мана чтобы они начали поддерживать тауренов нормальный резурект им им еще больше маны нужны ну и чтобы таурены тоже заиграли им все-таки нужно доделать грейд и но с ключевой это чтобы мана у тебя была у вас спиритволкеров теперь я понимаю что товарищи букмекеры знали ну видимо они смотрели последние последние не смотрели а учитывают хорошую историю персональную этих игроков потому что играли на против муна отличается колоссально против того что мы видим сейчас там борьба там сумасшедший микроконтроль там игры 20 плюс папа времени мега затяжные мега сложные и очень равные причем это мун его все называли фаворитом и наверное продолжают называть на этом турнире а тут хопа и ло лает 20 хочется интриги конечно с другой стороны да вспоминаю что говорил фогич ему лучше все-таки с эльфом сыграть а когда фоги привет ледокол как там себе призрак сусима фути футиямы опять гранты не будет хэдхантеров мне кажется что те же самые короче лин с лавле этом видимо подмуны в том числе что-то там тренили готовили то есть смысла пилить заготовку сейчас который отрабатывали толку нет неплохо но не прям чтобы очень сложности маловат я включил твой стрим ненадолго посмотрел ну помни рассказы про то как ты там хэдшоты ставишь всем из лука вижу там мимо мимо думаю нифига себе ну правда по движущимся целям тем не менее может это не ты играл но сейчас взять три игры подряд после такого начала конечно тяжеловатым да и нужно ли да в конце концов ну нет так нет в конце концов у тебя жена миллиардера или миллионера не знаю до сих пор какие там порядки за всю историю ты заработал чуть меньше чем топ-1 ну там на какие-то не знаю там тысяч 50 долларов копье не отвлекайся написал тумен ты меня комментарием отвлек предупреждение знаете личное обращение с этим знаком и типа не читай это не отвлекайся ай молодец предупреждение тебе колечко колечко выпало блэйду второй уровень получил отлично козел ведь какие энты ну можно поподрезать на эти минус один ага добил второго а как как умудрился хватило урона хватило урона возможно там кто-то и кто-то выстрелил тоже когда мы видим в третий раз что начинается от ну то есть игра идет по тому тому же сценарию вообще интрига пропадает то есть но мы это видели в прошлых картках скорее всего принципиально ничего не поменяется а но вот этот момент хороший очень часто на этой карте эльфы пытаются на халявить построить протектор потому что если он построится ты неплохо выиграешь время под экспант там кого-то можешь по подрезает за счет ну за счет того что есть дополнительный урон за счет того что есть кипер но эти вещи довольно четко проверяют уже орки охота и сделать артефактами добили арча и хантреско оставшегося тролля на экспанде не такой плохой артефакт на самом деле вот плащик невидимости может спасти сейчас жизнь понятно что чем дальше тем реже ты его будешь использовать потому что на то чтобы сходиться нужно не знаю секунда полная может полторы и даже в бою на нормальных лимитах уже этого плаща как правило нет его продают пахомчик говорит может быть будет те самые волкеры под лс но это как раз вот то что то что против муна было но там билд другой был причем он шаманов достраивал позже чем волкеров то есть сначала появлялись волкеры потом лайтнинг щилд хотя не уверен что во всех играх третий кипер пока вторая прикопка и сразу ловит хат хантера жесть не подходи хат хантером вторым минус один хат хантер ты уже сидишь на базе вообще никого не трогаешь понимаете тебе все равно приходит орк в смысле эльф очень странная агрессия сейчас и на спидах отступает ой хотел прикопать не получилось прикапывает в результате блейда а хватит ли те урона проблем то что он есть телепорта тебя нет очень аркадный играет сейчас и блейда оставить здесь вообще играет самое большое разочарование турнира просто самое большое на данный момент ну он за этим козлом побежал непонятно зачем у него телепорта нет но это как бы дефолтная ситуация а Продолжение следует...